Все люди-актеры, за исключением, пожалуй, некоторых актеров. Саша Гитри, французский режиссер, актер-драматург. Здравствуйте, с вами Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. И сегодня у нас очень полезное упражнение для актеров, которые работают в театре, но мечтают сниматься в кино. Потому что работа в театре и в кино имеет существенную разницу. Если в театре актер посылает в зрительный зал, ему надо кинуть свой посыл, свой диалог, свой монолог далеко в зал, так, чтобы его услышал последний зритель, сидящий в зале, то в кино мы снимаем пробы или приходим на кастинг, мы делаем это как в жизни. То есть монолог, диалог мы произносим как в жизни. И, к сожалению, театральному актеру сложно перестроиться на диалог в театре или монолог в театре, на диалог или монолог в кино. Для начинающих актеров, которые любят переигрывать в кадре. Сложность у начинающего актера в том, что он хочет показать. Посмотрите, какой я, как я могу. И вот у него получается игра. То есть он начинает внешним брать. На-на-на-на. Ему кажется, что он сейчас вот сделает так вот. Тоже, опять же, по-театральному. И все, он будет самым великолепным актером. И режиссер его сразу возьмет. К сожалению, это не так. Но есть спасительное упражнение, которое поможет вам из театрального актера или из игрули перейти в образ киногероя. Как же актеру понять, что он играет на камеру, а не проживает свою роль? Все очень просто. Возьмите какой-нибудь монолог или диалог, снимите на камеру и посмотрите. Но не просто посмотрите, а проанализируйте свою работу. Если вы чувствуете, что все-таки в вас живет немного театрального актера или игрули, то в таком случае это упражнение для вас. На самом деле упражнение очень простое. Его я даю своим ученикам у себя на курсе по актерскому мастерству. Так как мы живем в России и, соответственно, снимаемся в российском кино, берем российские фильмы разных жанров. Например, мелодрама или детективы. К сожалению, других фильмов у нас в России не снимают, поэтому выбор невелик. Находим отрывок, диалог или монолог, вырезаем его, переписываем его и начинаем крутить. То есть мы не смотрим этот отрывок, мы уходим в текст и повторяем текст за нашим героем. Если это диалог, то, соответственно, мы слушаем нашего партнера по кадру, затем повторяем текст того героя, которого переписали. Сделали так с отрывком из мелодрамы, затем то же самое повторили с отрывком из детектива. Так можно делать до тех пор, пока вы не поймете, что у вас все получается. Для чего это надо делать? Когда вы будете раз за разом произносить текст за главным героем, у вас темпо-ритм войдет в норму. То есть вы не будете уже... Та-та-та-та-та! У вас войдет понимание, как надо все-таки произносить текст в кино. Вы уберете мхатовские паузы. Наша Таня громко плачет. Вот это у вас уйдет. Не забывайте, что я сейчас утрирую, чтобы вам было намного понятнее. Вы легко и свободно начнете произносить текст, как мы произносим и разговариваем в жизни. Вы научитесь даже, может быть, интонационно выделять какие-то слова. Вы научитесь интонационно не ставить точку в конце предложения. В общем, это упражнение очень эффективное. Но если у вас есть желание покорить Голливуд, то в таком случае мы берем американские фильмы и делаем то же самое. Все диалоги, монологи мы произносим на английском языке. Вот и вся разница. Английский язык в кино и английский язык в жизни, он очень отличается. Поэтому, если вы действительно хотите сниматься в американских фильмах, то в таком случае репетируйте вместе с американскими актерами. Я вас верю. Верю в то, что у вас все обязательно получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!